Лафет вы делаете отдельно? Да, это лафет. Лафет, ствол, что-то. Ствол сколько делается? Полгода где-то? Не полгода, может месяца три. Все делается очень медленно, притом творческий процесс. Надо все сделать, чтобы это соответствовало правде исторической и плюс это все, чтобы было оригинально, как оно было на самом деле. Чтобы не было никаких вопросов. Тяжелые же они, да? То есть они по весу как и настоящие получились? Да, да, да. Не как настоящие, но очень тяжелые. Мы можем стрелять, если хочешь. Это как раз герб этого города, коризамка этого. Нет, это Немч. Нет, герб вот. Это герб Немчия. А это просто крепость. 2017 год. Как раз было тысячелетие. Конечно, тогда пушек не было. Это просто в честь тысячелетия Немчия была сделана эта пушка. Да. Я думаю, что в самой Немче таких экземпляров нет. Ну, а у нас под Краснодаром есть. Вот эта вот пушка, как вообще пришли к ней, к идее? В честь какого-то мероприятия делали или просто идея возникла? Ну, вот захотел я, да, сделать черкесскую пушку. Кстати, черкесы тоже делали пушки. В Дагестане Шамиль выпускал эти пушки. Ну, они были просто военные. Там не было таких приукрас. Это незачем было для боевых действий. Они были обычно чугунные. Ну, Магомед Амин уже у нас вроде бы пытался здесь сделать. Ну, делал. Вот там в Дагестане делали. И они воевали ими. А это более такое художественное исполнение. Инал это тоже. Вот здесь вот Инал. Ага. Инал, да. Это в папахах, в черкесках. Инал это князь адыгский, который объединял горские народы, был инициатором, предводителем. Я решил его тоже отобразить. А это вот символизирует орла черкеса. Папахи с газырями. Ну, орлы же наши черкесы. Да. А, ну вот она вот такого формата, да? Более крупная. Да, да. Это более крупная. Вот. Тут у вас мельница, да, получается, крупорушка. Ну, да, это вот. Рабочая, да? Рабочая, рабочая. Оп. Можно хоть сейчас. Что-нибудь мололиной? Да, конечно, да. То есть кукурузу засыпаешь вот сюда? Пожалуйста, кукурузу, муку можно делать. Здесь регулируется зазор. Можно делать крупу, можно делать муку. То есть это универсальная такая, она не только для крупы, да? А что еще можно? Ну, муку можно делать. Более мелкую фракцию, более крупную. А, ну, просто она, да, ширина здесь меняется. Ну, обычно там перетереть тмин. Ну, если хочешь, чтобы все это было экологично, как раньше, да? Ага. Делай на этом. Не хочешь, ну, делай на кофемолке или еще один. Это польская именно, да? Это именно польская тема? А, фу. 100% польская тема, это российская. Это польская, да, с гельбом. Это времен Ельзоветы Петровны. 1753 год. Точно такая же есть в музее Фелицина. Эта копия. А, я видел, да, точно. Хотя я и вспоминаю, что это знакомое такое. Да. Там все увидите. Ну, она вот, видите, состарена так, чтобы смотрелось как будто старый вариант. Тут и обивка, да? У него вот эта вот металлическая больше, чем на лафете. Ну, да. Здесь и здесь. Везде у меня обивки. В музее Фелицина они сделали лафет из дверей товарного вагона. Я просто возмущался. Я говорю, ну, ребята, ну, вы сделайте уже там. Они стоят четыре пушки там, бедненькие. Такие. Нет, сами стволы. Ну, это произведение искусства. Это привезли. Кто их там делал. Мастера великие. А, видимо, вот эти вот лафеты то ли сгнили, то ли сгорели. Они стояли около атаманского дворца. Вот где 48-я школа, да? И вот они там стояли у входа. Это же, да, дворец Бабича, да? Получается, где школа сейчас. Да, и школа, да. И, видимо, лафеты, может быть, от старости сгнили, да? Ну, ясное дело, они были деревянные. Мы же их пожгли. Ну, что-то с ними случилось. Стволы отдельно вывезли, а потом кинули, что их надо поставить на лафете. А лафеты нет. И сделали так, но стыдуха. Ну, попросили меня я бы... Сейчас вот здесь по этой пушке получается герб. Вот это Варшава, да? Да, это Варшава. Это русалка. Да. Это орден, да. Здесь за царя... Нет. За закон и короля. За отечество, закон и короля. Ну, правда, не на польском. Причем и не на польском, хотя... Ну, тогда было популярно на латыни писать. Да, скорее всего, это на латыни, да. Да, да, да. Как в Австро-Венгрии. Да, скорее, да, да. Латынь было, да. А вот это вы делали, да, это тоже? Это такой более древний формат. Ну, да. Это подходильный. Скифский какой-нибудь, да? Или просто в свободной форме. Вот, да, это у нас веретено из Польши. Да, из Польши. Старинное. С поселенцами приехало. Тут пушки. Пианино тоже, да, такое? Немецкое, да? Органную пианку. Оно играло как хорошо? Или вам уже такое старое досталось? Здесь нет мехов, да. Оно играло. Вот здесь надувается меха так. И она там как орган играет. Ага. Интересно. Такие педали большие раньше. Ну, это надо восстановить. Ну, сейчас это никому не надо. Если восстановишь... Будет стоять, да? Все равно. А вот это герб. Ну, вот этот герб. Герб как раз его, да? Вот он. Повторение. Да. Вот он на хушке. Немчинский. А это вот, правда, она поблекла. Это как раз... Битва... Ага. Вот именно. С немцами. С войсками. Генриха второго. Ага. А это где-то нашли, да? В интернете где-то было? Да, это в интернете есть. Ну, это такое, да? Ну, это такое, да? Вообще. Да, это всякое разное. Кумган, я вижу. Ну, у меня есть еще. Я просто пораздавал. Ага. Да. Потому что если я восстановлю, скажет, то вальди. Ага. Ну, тоже верно. Вот пусть оно есть. Вот это вот с таким ходили, да, рыцари? Да. Это вот обалдеть. Такого самого большого мяча. Он тоже в Тевтонске есть, да? Но они двуручники. Просто ими хорошо было разбивать эти доспехи. Ага. Ну, такой же поднять еще надо. Бабах! И все. И все. Улетел рыцарь. Ну да. Со всем амбулированием. Ладно. Держи. И так, и так. Одну уже упустил. Да, елки-палды. Вы, вы видели меня? Да. Нормально Да, и щелчок сверху, и дымок Еще? Давай, вот из этой давайте Какой это? Садыгейской Теперь садыгейской, да? Держи, и так, и так, одну не упусти А, дымок снизу пошел теперь, да? Ну да, тут же она соединяется И из этой Из мелкой, да? А? С мелкой Ну-ка Готов? Да Катя, готова? Вы видели? Да, да, да Ни хреназь, айси пахнуло Опасно На соседей лучше Класс Спасибо Ну что? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...